доброго дня всем предлюбопытным этот выпуск по принципу новые это хорошо забытые старые на кто не знал и забыл пусть начнет все сначала продолжаю делиться секретами правильно намотки торов и плоских катушек для получения максимального эффекта воздействия и проведем модернизацию и автоматизацию изготовления оснастки с последующим ее применением начнем с плоских катушек вот это у нас было когда-то еще полгода назад первый показывал вариант так он у меня и работает как и было он удобен для больших катушек которые больше 20 до 25 сантиметров диаметра то есть как я и говорил наклеили сюда скотчем двойным намотали что надо сделать сняли единственное что хочу подсказать связи с катушками всеми плоскими и не только значит когда вы мотаете такую катушку как я говорил надо обязательно провод брать одинаковым здесь два провода два куска и вот эти провода должны быть абсолютно одинаковы по длине и когда вы мотаете в результате у вас остается конец вот на такой катушке более 20 сантиметров где-то по 30 на меньших катушках получается где-то по 20 вроде как лишнего ни в коем случае обвязать это не надо то есть вот вы намотали например по 17 метров ровно ровно до ну почти миллиметра желательно точнее чем сантиметр у вас останется конец короткий а другой конец длинный и вы его берете заготовку с запасом и вот здесь его с краю подклеиваете это очень заметно повышает статику именно на этом конце вот на этом диаметре или радиусе будет самое большое статическое поле в динамике естественно вот как и здесь то есть вы уже только за счет этого повысите резко возможности этой катушки только из-за этого в остальном мотается как моталось другое дело что вот еще несколько месяцев назад из китая это с алиэкспрессо вот такие есть платформочки мелкие стоят они вообще 3-4 доллара а то и меньше но есть меньше и больше зависимости от размера вот это такой средненький размер как раз вот для более мелких катушек типа вот таких потому что вот такую катушку уже на такой оснастке не очень удобно ставить тем более например вот в этой платформе вот я немножко мучился и пришлось мне его разнашивать очень большое трение было хоть там если подшипники и все но здесь настолько сильно зажата что она туговато ходит и вот этот пришлось приходится с усилием это все крутить немножко неудобно для на больших катушках это более-менее там рычаг получается больше а вот на этих ну очень тяжело да и вообще неудобно уже слишком большая остатка вот на этом ну тоже также на какое-то основание шурупиками прикручиваете двумя четыре без разницы тоже наклеиваете двусторонним скотчем и она уже можете крутить как он как и в этой ну всех и самое интересное что на наоборот они очень легко ходят а как я уже тоже говорил что вот и эти катушки когда мотаете и вот здесь желательно чтоб немножко она все было с напрягом небольшим вот этого напряга здесь не хватало но вот здесь вот можно подбить чуть-чуть и тогда она будет притормаживать слегка а так она входит входит конечно очень легко но это было даже более удобно есть третий вариант автоматизированный то есть берется движок с редуктором есть такие платформочки я вам скину под видео несколько ссылок с алиэкспресса что нибудь похоже такого там где-то от 12 до 40 баксов есть разные варианты берется вот такая педалька на ногу и можете автоматизировать процесс вращения потому что надо иногда останавливать поэтому педалька идет под ногу вот раз нажали ногой руки у вас свободны делаете что надо остановили пошли дальше и так далее вот такая платформочка она достаточно удобно позволяет все это делать то есть если там ось но обычно я просто взял это другое это для другого было предназначено не совсем это была платформа ну какая разница сделал платформой а то что я вам дам ссылки там будет платформа именно вот так готовые то есть просто кладете опять скотчем двухсторонним и занимаетесь так как я вам показывал в прошлом видео по плоской катушке это то что касается плоских катушек теперь я покажу что нового и интересного и что желательно как делать в стороны ну одно тоже я тут у меня тут всяких сейчас наделал оснасток вот этот кондуктор который тут был когда-то я показывал один из них вот этот другой тоже модернизированный более удобный для пользования я покажу как им пользоваться конкретно значит какие изменения по сравнению с тем прошлым вот этот был но этот у меня был рассчитан как вы помните под 017 провод сейчас и у меня много набралось 007 вот и я таким пользуюсь сейчас и под него сделать соответственно под размер причем я сейчас мотаю только трифеляры я вам сейчас объясню что чего и как это вот и под него сделал размер тоже могу все объяснить рассказать значит тоже как я вам объяснял когда-то делается значит вот эта накладочка тоже делается здесь крест-накрест с пазами но дополнительно что я тут добавил чтобы было удобнее вот такой вот получилось как свастика значит добавил сюда медные крючки закрепил естественно их термоклеем внимательно посмотрите и сюда внимательно тоже посмотрите видите добавились отверстия и вот эти крючки что-то позволяет более удобно пользоваться вот этими шлейфами стяжками я чем покажу все потому что в прошлые оснастки которые вам показывал но было неудобно все таки вот они торчали тут выпирали мешали намотки цеплялись вот я модернизировал так что она сейчас ничего не мешает значит размеры но еще добавил сюда вот шурупчик вставил чтобы липкой ленты не клеить то есть вставляем сюда конец при намотке когда собираемся мотать и прямо просто накидываем сюда конец я обычно делаю с петлей вот трифелярчик здесь петля видите как ровненько обрезана тот конец который здесь на этой катушке на другом конце точно так же то есть размеры у меня строгая здесь не помню кажется 15 метров вот и у нас такая оснастка получается значит размеры покажу вам размеры под 007 трифеляр 13 и 3 диаметр немножко другой внутренний 44 достаточно в результате вот получается такие трифелярчики это уже пропитанные но если не пропитанные варианты вот видите тут три и тут три тоже сейчас объясню попозже как что чего значит для удобства я вот закрепил на струбцине специальные значит что я хочу еще рассказать первую очередь значит в чем разница между бифелярным и трифелярным меня там много тоже спрашивали постоянным насчет того что вот если бифеляр скрутить витую пару сделать для бифеляра чистого на мгтф витая пара не нужна она не дает никакой прибавки толком а вот геморроя извините прилично какого сейчас покажу вот уже когда трифеляр вот его надо обязательно делать витым вот видите он мне весь смотан витой конечно это усложняет некоторые вот эту работу всю и требует определенного подхода в принципе то берете три провода отмеряете ровненько их по концам смотрите здесь вот узелочки завязываете чтобы она не разъезжалась туда-сюда друг от друга один конец уже этой связки где-то закрепляете в одном месте если у вас есть место на 15 метров восстановить потом берете к примеру вот ну к примеру вот такой вариант берете какой-нибудь тихий шуруповерт или что-то подобное натягиваете слегка желательно скручивать так чтобы в общем то вот внимательнее можете посмотреть довольно плотный было но возникает при этом одна проблема довольно серьезная если вы будете невнимательными во первых вот то что вы накручиваете обязательно должно быть все время натянутом состоянии как только вы чуть-чуть отпустили все у вас вот будут вот такие проблемы это вот я на кусочки показал видите что творится уже вот а если на 15 метрах это просто головная боль поэтому все время держите в натянутом состоянии это я вам специально тут напортачил чтобы показать впоследствии а так как я буквально всего метр-полтора это сделал то это не так страшно вот он у меня намотан на бобинки подготовлен к намотке значит достоинство этой того что вот оно сматывается в три и витой витом виде возникает интересный эффект а потом я сегодня не буду рассказывать следующий раз наверное вот из-за чего он третий здесь провод он как бы пустой он не будет использоваться в принципе он просто замотан сюда будет как обычно используется в бифиляр но я вам покажу сейчас вот все вы значит определились с этим значит да когда у вас 15 метров этих натянутых вы все скрутили хорошо все берете бобинку какую-то эту бобинку опять же на оську другую например опять же вот или этот ну или что-нибудь другое это уже варианты еще раз покажу тут вот тоже ставите и вот эта бобинка у вас открутилась и вот натянутые у вас 15 метров и вы их постихонечку потихонечку наматываете вот идете и наматываете сюда ну можете другие способы я примеру вам показываю рассказываю вариант вот теперь собираем остатку вот я тут пазы специально сделал чтобы заклинило ну это для моего варианта я вам сейчас другие еще варианты покажу автоматизированную смещаете вот это все чтоб ровно к было чтобы совпадали пазы совпали зажали и вот когда у вас тут есть ответствие с одной стороны и вот такой вот рычажок другой стороны что можно сделать значит вставляете в отверстие и этот рычажок все он заклинил ну и дальше опускаете в паз и все и у вас получается что не это не мешает мне это не мешает и так остальные вот оно туда заезжает вовнутрь и никому ничего не мешает это я наверно ускорю все на видео дальше вот у нас отверстие узелок нанизываем на шурупчик вот все и все и крутим значит опять же все равно все равно желательно так как и в бифилярах виток к витку хоть у нас уже и он там три провода скрученных но тем не менее все равно старайтесь 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 цветок к витку я немножко по быстрому делаю чтобы соответственно время быстрее было так вот смотрим значит тоже при помощи какого нибудь приспособления обязательно зажимаете вот эти вот витки друг другу как можно максимально ближе торопиться не надо как намотаете вы намотаете один раз а пользоваться будете потом все время и вот как вы намотаете так у вас будет все и работать намотаете по-быстрому тяп-ляп так и лечиться будете на тяп-ляп и вот максимально все таки конечно не очень хорошо ладно то же самое в обратку и вот мы дошли до конца вот у нас получилось что ну конечно я торопился тем более здесь мне не совсем удобно перед камерой в общем ничего страшного я все но его буду разматывать по новой мотать это я вам просто показываю дальше вот снимаем отсюда с этого фиксатора и здесь вот немножко сложно но тем не менее можно пропустить вот я вытащил его с этого отверстия и теперь зажимаю следующий все вот видите я все это стянул стягивать надо как можно лучше то есть берете примеру вот пассатижами правда здесь пока аккуратнее потому что можете оборвать но тем не менее более-менее стянули вот опять же я же говорю что я сделал делаю не очень аккуратно потому что тороплюсь вам показать все должно быть ровненько все тут после этого можете откручивать вот видите на все как хорошо стало все скрутилось но не очень хорошо но будем считать хорошо и все и вот аккуратно снимаем прямо с нее освобождаем от фиксации и вот видите как тут вот здесь вот прямо но все ровненько так или легло и последующие витки они тоже обычно ложатся ровно это уже в конце они уже хаотично но тем не менее более-менее вот так вот она идет и вот когда вы уже в этом видео еще добавляете обязательно шлейфов этих стяжек 8 ну и обычно 8 10 12 чем больше в общем то чем вы чем лучше вы сожмете катушку тем лучше имейте ввиду что при чем больше вы зажимаете тем оно частота снижается поэтому надо соответственно рассчитывать на какую там частоту собрались рассчитывать вот примеру я вот ну надо больше зажать я уже не буду и вот так зажимаете может я же говорю можете еще добавить сюда чтобы еще более плотнее вот так вот стало все чтобы она вообще была жестко там вот вот это уже почти готовый вариант дальше ну и потом уже обрезаете концы их там вовнутрь можете задвигать это уже ваше дело если будете пропитывать как я вам когда-то рассказывал значит пропитали отщелкнули это все вот так вот обрезали все как в этом варианте значит что дальше потому что меня очень многие спрашивают и все никак не понимают как же соединять трифляр в моих системах да и вообще вот этот трифляр он условный все соединяете как трифляр то есть смотрите какие обмотки вот три конца с одной стороны три конца с другой стороны то есть начало конец вот они три вот это вот у меня уже концы выведены с двух катушек одна катушка вторая катушка это начало одной катушки вот он конец ее вот это конец другой катушки вот начало ее а вот то что у меня узелками повязанную вот его можете тестером замерить собственно заранее знали какие у вас где катушки вот три намоточки и вот вы их прозваниваете вот это вот остается пустая вы ее никуда не деваете ничего с ней никуда не подсоединяете просто их там скрутите тут их зачищать не надо желательно желательно вообще вот эти все концы которые есть их или изолировать или скрывать чтобы у вас коронного разряда не было помните он рассказывал когда там про коронку вот и у вас получается что вот эти два конца идут на генератор как полагается два конца которые с узелками то есть это одна обмотка она пустая уходит куда-то в сторону а вот эти два конца идут если вот мы применяем мои излучатели которые вам показывал и которые я буду рекомендовать и будет новости по этому поводу уже который раз повторяю не буду повторяться вот вот эти концы почему они у меня длинные потому что они будут идти на излучатели поэтому он длинный конец нужен потому что здесь расстояние вот вот катушка будет так стоять в излучателе и где-то расстояние где-то 15-20 сантиметров ну там расчета будут тоже вот такие вот концы должны быть длинные и уже подключается к излучателю как именно подключается к излучателю показываю вот берете провод вот у вас конец сантиметр или два снимаете изоляцию да напоминаю только мгтф ничего другого снимаетесь дурью никакие там локальные сети никакие другие левые провода все какие-то ли концентраты ничего вот так распушиваете распушиваете концы и когда у вас уже есть вот такой излучатель вот смотрите видите просто прикладывается вот этот распушенный конец к этой фольге к ленте и просто скотчем закрываете все этого достаточно но я здесь иногда еще капаю сюда термоклеем чтобы она просто очень легко двигается может это а я тут много экспериментирую они же у меня вот видите они меня двигаются вот для экспериментов туда-сюда я могу сдвигать и так далее для ну это чисто для экспериментов ну вы тоже можете так сделать вот этот вариант сразу говорю вот 53 миллиметра то что вот у меня оснастка я вам показывал это под 53 миллиметра среднего диаметра этого тора здесь труба 32 сантехническая здесь труба 50 с подмотанным поролончиком чтобы довести до 53 и вот 53 тут на трифеляре и здесь 53 диаметр получается вот этой ленты с фольги ну тут уже размеры это я вам потом еще скажу вот такая система вот это очень жизнеспособная система очень перпективная так что можете себе заготавливать делать вот это тоже я потом расскажу для чего что и как это тоже будет важно вот именно делать вот так то есть это тоже сантехническая труба тоже 50 к вот это же 50 к только сами видите тут как раз вот этот где стыкуются трубы сделал пазы все это вставил термоклеем опять и вот как я говорил трифеляр два конца у меня просто вот засунуты туда в трубу тот который пассив будем так считать или вообще по-другому это разгонная обмотка она я говорю вот при дополнительной этой третьей обмотке получается прибавка около 30 процентов по статике поэтому это очень важно и вот эти вот концы вот почему они длинные я тут специально делал чтобы они были это уже другой провод то есть я делал концы там спаивал вот неважно это для эксперимента мне нового было вот примерно такой вариант можете делать я в следующем видео расскажу подробности по его размерам сейчас не буду и так уже затягивались дальше вот у нас это ручная система теперь вот еще что хочу показать не смешно вот это вот я думаю не сложно догадаться для чего это вот но вещь очень классная хорошая мне понравилось хотя и досталось с алиэкспресса на халяву вот тут пять подшипников крутится очень весело тут вот специально для но это для в общем то приспособление для тех кто вяжет вот клубки перематывать но когда мы имеем дело с такими клубками сами знаете да такой провод мгтв кто пошел через это знает насколько сложно его сматывать потом вот куда-нибудь на такие катушечки какие-нибудь такие такие катушки очень тяжело сматывать вот это путается это путается тут малейшая где-то петля все кошмар вот вот эта штука позволяет в общем-то облегчить несколько потому что тут она у вас самопроизвольно никак не размотается вот это вот фиксатор ограничитель не даст очень легко все крутится и в то же время вот она свободно держаться на руке и когда вы вот это где-то приспособили тоже на какую-то трубу тоже обязательно чтобы там какой-то подшипник был чтобы она свободно вращалась и не само себя не зажимала и потихонечку потихонечку вот сюда накрутили и уже когда сюда перенесли вы дальше можете уже сматывать куда вам уже угодно и как угодно факт то что вы сможете сюда перенести потому что сразу вот на такое принести это очень тяжело но кто как приспособился может кто-то нашел способ полегче себе так теперь показываю теперь показываю другие это я так просто для тоже опять же для показа немножко приспособил дсп плита толстая довольно сороковка тяжелая вот на ней тоже можно оперативно это заниматься например вот так вот сделать потому что вот это все надо где-то зажимать где-то все фиксировать вечно какие-то струбцина надо физки и так далее вот как тут значит тоже вот это примеру видно это вот моторчик от очень старого принтера тут еще польский даже даже не помню раз консул или с чего уже не помню с редуктором он на переменной 24 вольта 50 герц конденсатор стоит его можно полярность туда-сюда не полярность направление вращения я тут запускать уже не буду потому что очень все требует времени факт то что вот сюда одевается катушечка все это тоже можно управлять или той же педалькой или еще чем это уже ваше дело вот к примеру найти вот такой вот моторчик с редуктором я не думаю что сложно потому что этого хламя ну везде и всюду кто электроникой занимается я думаю у всех что-нибудь подобное имеется и вот это все на уголок например ставится вот так вот подвешивается и вот пожалуйста вот у вас автоматизированная система намотки вот здесь вот опять же нашел 20 лет у меня наверное если не больше валяло да больше даже знаете что это если помните кассетные видеомагнитофоны вот с такими кассетами это уже сейчас реликвия вот это для намотки их в одну сторону в другую сторону то есть вот сюда вставлялась кассета и можно было мотать без видеомагнитофона потому что они же мотались в одну сторону когда смотришь фильм а потом надо смотать другую обратную чтобы видеомагнитофон не использовать можно было так кассеты набрать горку и перемотать я приспособил для этого варианта то есть отсюда туда туда сюда в общем можно мотать вот станочек такой это я просто показываю так чисто чтобы вам на ум пришло так что у нас еще осталось думаю пока достаточно так вот такая вот модернизация если что забыл то я в следующем видео добью пока на сегодня достаточно все занимайтесь приспосабливайтесь крутите вертите и вам раздастся на здоровье всем до свидания